Господи, Господь наш, я хочу на имя Твое по всей земли, я хочу взяться в великолепие Твое, приемы и решенье без. Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня среда, и Церковь предлагает нам к нашему назиданию, для нашего внимательного рассмотрения, отрывок из послания к римлянам святого апостола Павла. Глава 15, стихи с 7 по 16. И вот как звучит данный отрывок в русском синодальном переводе. «Посему принимайте друг друга, как и Христос принял вас в славу Божию. Разумею то, что Иисус Христос сделался служителем для обрезанных ради истины Божьей, чтобы исполнить обещанное Отца, а для язычников из милости, чтобы славили Бога, как написано. «Зато буду славить Тебя, Господи, между язычниками, и буду петь имени Твоему». И еще сказано. «Возвеселитесь, язычники, с народом Его. И еще хвалите Господа все язычники, прославляйте Его все народы». Исайя также говорит. «Будет корень Иисеев, и восстанет владеть народами. За него язычники надеяться будут. Бог же надежды да исполнит вас всякой радости, миры, веры, дабы вы силой Духа Святаго обогатились надеждою». И сам я уверен о вас, братья мои, что вы полны благости, исполнены всякого познания и можете наставлять друг друга. «Но писал вам, братья, с некоторой смелостью, отчасти как бы в напоминание вам, по данной мне от Бога благодати, быть служителем Иисуса Христа у язычников и совершать священодействие благовествования Божия, дабы сие приношение язычников, будучи освящено Духом Святым, было благоприятно Богу». Итак, дорогие братья и сестры, мы с вами продолжаем чтение послания святого апостола Павла к римлянам. Сегодня перед нами 15 глава, стихи с 7 по 16. Апостол пишет «Принимайте друг друга, как и Христос принял вас в славу Божию». Это очень важный тезис нашей сегодняшней церковной жизни. «Принимайте друг друга». Очень часто мы приходим в церковь порой не с самого детства. Мы не воспитываемся гармонично в какой-то общине, а мы как-то, знаете, вот это, как я считаю, пагубные плоды секурализации, то есть отодвигания церковной жизни от всех процессов светского общества. Церковь становится уделом исключительно моей душевной, духовной, личной жизни и как будто бы не касается никого. Вот я как-то верю, я сам, это мое личное дело, как хочу, так и верю. Вот плоды секурализации. И часто, приходя в храм, человек приходит с каким-то своим представлением о том, о том, каким должен быть Бог, какой должна быть церковь, какие там должны быть отношения и так далее и тому подобное. То есть целый такой списочек обязанностей от каждого человека, приходящего в храм. И человек приходит вот со своим представлением. Также в этом списочке есть то, каким, по мнению таких людей, должен быть верующий человек. Не надо обольщаться. В храмах тоже полно людей, которые 20-30 лет являются верными чадами церкви, но сами любят подстроить каждого человека под свои представления. Так, в храм не заходи, этой иконочке вот так вот кланяться нельзя, а свечку нельзя передавать через левое пречо и так далее и тому подобное. Куча-куча разных можно придумать, скажем так, слов, выражений, традиций, которые будут подчинять волю человеческую представлениям другого человека. Хотя для спасения они не играют никакой роли. Но нам хочется, хочется вот подстроить под себя человека. И каждый великий пост мы молимся, дух любоначалия, да, праздности, не дай мне, молитва Ефрема Сирина. Мы отказываемся от любоначалия и потом после поста весь год опять любим поначальствовать над другим. Вот не принимаем мы друг друга. А вот это очень важно, что мы должны научиться смиряться перед опытом другого человека. Не должны навязывать ему свой опыт. Мы не должны от него отказываться от своего опыта, но и навязывать его другому человеку тоже не должны. Мы должны принимать друг друга. Он пришел сегодня, да, вот в таком состоянии, вот так он не понимает еще много чего, не понимает. Но вместо того, чтобы здесь и сейчас начать ему объяснить вот все правила, все азы, ну просто прими человека. Вот прими его таким, какой он пришел. Прояви к нему любовь, прояви уважение. Бог его принимает. Ты почему не принимаешь? Ты почему на него навешиваешь кучу своих каких-то представлений, правил? Он не подходит под то, что тебе кажется правильным. А кто мы такие? Мы апостолы? Нас Господь благословил все это делать? Да нет. Нет, Христос принимает человека, а вот человека, другому человеку принять тяжело. Не может и не хочет. И вот это очень важная прям тезис сегодняшний, нужно прям написать на сердце каждого человека. Принимайте друг друга, как и Христос принял вас. В славу Божию. Не просто принял, вот он есть. В славу Божию. И тебе, и ему дарована равночестная слава Божия. Дарована. И мы почему-то узурпируем ее. В пользу себя, хороших, любимых. Не надо так. Это не приведет к доброму. Разумение то, что Христос делался служителем для обрезанных ради истины Божией, чтобы исполнить обещанное Отца. Да, Христос пришел к обрезанным, к иудеям, потому что так было пророчественно, и он так должен был прийти. А для язычников он пришел из милости, из милосердия. Чтобы славили Бога, как написано, зато буду славить тебя Господи между язычниками, буду петь имя Твоему. Дальше он причисляет цитаты из священного писания Ветхого Завета. Где говорится о том, что да, язычники должны будут прийти в лоно и истинной церкви, новозаветной церкви. Так и случилось. И Христос пришел для всех. Этот универсализм очень важен. Очень важен. Так же, как и апостол Павел в римлянам доказывает, что пред Богом все согрешили, и иудеи, и язычники, нет никого с привилегией пред Богом. Поэтому Бог же надеждит, да исполнит вас, всех, всякой радости мира в вере. Радость и мир. Вот смотрите, плоды духа. Радость и мир. Ни законничество, ни фарисейство, ни вот это уставщичество, а живая харизматическая вера, которая одухотворяет человека, делает его радостным и миролюбивым. Мир по отношению к другому человеку. «Дабы вы силой Духа Святого обогатились надеждою, ибо мир и радость дает надежду». Согласитесь, когда мир в душе, когда спокойно на душе, тогда и надежда крепка наша. Вот именно мир и радость даруют нам вот эту глубокую уверенность в завтрашнем дне. И глубокую уверенность, что Господь действительно с нами. Он со всеми, со всеми теми, кто хочет с ним быть. Поэтому пекитесь вот об этих дарах, о дарах мира и радости. «И сам я уверен на вас, братья мои, что и вы, полны благости, исполнены всякого познания, можете наставлять друг друга». Да, мы действительно наставляем друг друга, но не любоначалием, а смирением. «Но писал вам, братья, с некоторой смелостью, отчасти как бы в напоминание вам, по данной мне от Бога, благодать». Смотрите, апостол Павел не надмивается своим статусом и знанием, хотя он первый, кто должен, кто имеет право это делать. Нет, он очень интеллигентно, очень тонко говорит, что с некоторой смелостью, отчасти как бы в напоминание. Не назидание, не указание тем более, а как напоминание. Вы мне напоминаете о служении Божьем, и я напоминаю вам. Мы вместе. «По данной мне от Бога благодать и быть служителем Иисуса Христа у язычников и совершать священное действие благоествование Божие, дабы сие приношение язычников, будучи освящено Духом Святым, было благоприятным Богу». Да, он напоминает. «Я служу язычникам, я несу им благую весть, дабы они узали Христа». Поэтому, дорогие братья и сестры, будем милостивы друг к другу, меньше любоначалия, меньше пафоса и гордости, а больше любви, смирения, радости и мира. Поэтому будем молиться, дорогие братья и сестры. Помните о том, что когда мы молимся, мы обращаемся к Богу, а когда читаем священное писание, Бог с Его страниц обращается к нам. Всем радости о Господе и до новых встреч. Господи, Господь наш, я хочу на имя Твое по всей земли, я хочу взяться в великолепие Твое, превыше небес. Субтитры создавал DimaTorzok